Спасибо большое. Мы в таком формате собирались 2 месяца назад буквально. Это в то время, когда я поехал в Украину для проведения консультаций. И, слава Богу, вернулся. Все нормально. У нас за эти 2 месяца прошли большие изменения. И в первую очередь, естественно, выборы президента Украины. Я буквально в пятницу, в субботу выступал на одной из конференций, где затрагивались вопросы и события в Украине. И была такая очень интересная тема. Меня попросили эксперты выступить с такой темой, как президентские выборы в Украине, как фактор стабилизации. Действительно, вся Украина ждала этих президентских выборов 25 мая, которые произошли. Вы имеете информацию. Это действительно были самые демократические, самые такие, я бы сказал, даже патриотические выборы президента Украины. Я сам лично принимал участие на избирательном участке в процессе голосования. И, честно вам, хочу сказать, что за всю историю своего избирательного права я такого энтузиазма не видел у граждан Украины. Потому что приходилось на избирательном участке ждать в очереди где-то 2-2,5 часа. На некоторых избирательных участках это было гораздо дольше. Но, тем не менее, все граждане Украины, которые имеют право голосования, пришли с энтузиазмом, стоявшие в очереди, голосовали за президента Украины. Ну, а результат вы знаете. Победил Порошенко, состоялась инаугурация, создаялась программная речь во время инаугурации нового президента. И я думаю, что, и уверен в том, что Украину ожидает будущее, светлое, мирное будущее и хорошая перспектива. Ну, нет, ну, это очень-очень, как сказать, и Украина есть понимание в тех условиях, в которых живет Армения, точно так же, как Армения, есть понимание в тех условиях, в которых живет Украина. Значит, в 2013 году Украина председательствовала ОБСЕ. Это очень большая миссия, председательствовать ОБСЕ. И Украина тогда четко заявила о том, что она в вопросе в регулировании Нагорно-Карабахского конфликта полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ. И в соответствии с этим и Украина принимала решение по голосованию и так далее, и так далее. Это четкая позиция сегодня Украины и предыдущего правительства нового, что есть Минская группа ОБСЕ, которая на протяжении уже многих лет занимается решением этого конфликта. И они лучше всего знают, как решить, наверное, этот конфликт. Они будут выносить, естественно, какие-то голосования международных организаций. Это позиция Украины четко, ясно, выражена. Ну, президент вступил в должность в воскресенье, поэтому за три дня не могут быть изменений, особым во внешней и внутренней политике. Я еще раз говорю, что во время инаугурации президент Украины выступил с программной речи, где изложил все позиции его как президента, что касается внутренней и внешней политики. Поэтому в этой программной речи четко обозначены перспективы развития экономики, внешней политики, внутренней, устройства государства, значит, взаимоотношения власти и бизнеса, взаимоотношения власти и гражданского общества, реформирования органов власти и так далее, и так далее. Я хотел бы на этот вопрос ответить таким образом. 25 мая, когда состоялись выборы, и буквально через два дня президент Армении поздравил вновь избранного президента господина Порошенко с избранием на пост президента. Украина расценила это как дружественный шаг, и таким самым поздравлением Армения признала выборы, Армения признала выборы и результаты ее, и поэтому посол вернулся в Армению для продолжения исполнения своих функциональных обязанностей. Значит, было принято политическое решение о том, что посол Украины в Армении отзывается для проведения консультации в связи с голосованием Армении в Организации Объединенных Наций. Вы знаете результаты голосования, поэтому у нас на уровне нашего правительства было принято такое политическое решение, и я был отзван для проведения консультации. Украина и президент своей программной речи заявил о том, что Украина сделала выбор, Украина в ближайшее время, мы надеемся, поспишет вторую часть, экономическую часть соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Наверняка это произойдет 27 июня в Брюсселе, и президент четко заявил, что другого альтернативного пути в развитии Украины нет. Европейский выбор, и я вам хочу сказать, что голосование на президентских выборах многие очень граждане Украины именно голосовали за целостность, территориальную целостность Украины, за европейский выбор Украины и за стабилизацию. Таким образом Украина действительно в ближайшее время подпишет экономическую часть соглашения, ассоциации соглашения с Европейским Союзом. В выступлении в своем президент сказал, что это первый шаг на пути вступления в Европейский Союз. И есть такая цель Украины в перспективе стать полноправным членом Европейского Союза. Если вы внимательно следили или знакомились с программной речью, там было даже сказано так, что никто из европейских стран не имеет права в это на вступление, так сказать, Украины в Европейский Союз. Да, после оглашения, так сказать, результатов голосования украинская сторона приняла решение о том, чтобы направить руководству Армении приглашение на торжественную инаугурацию вступления президента Украины в должность. Армения ответила очень позитивно на уровне министра образования. господин Ашатян представлял Украину, извините, Армению на инаугурации президента. Ну, это очень, очень, так сказать, мы считаем, что это высокий уровень. И, в принципе, не все главы государств были представлены на инаугурации, а были представлены государства и в качестве глав государств, и вице-президента, вы знаете, и премьер-министров, и спикеры парламентов. 56 стран было представлено на инаугурации президента Украины. В том числе и Армения представила уровень министра образования. Мы считаем, что это высокий уровень, в принципе. Это право Армении принимать решение, кто будет представлять на инаугурации президента. Я только что был на юбилейном заседании в Ерванском государственном униститете. 95 лет сегодня празднует Ерванский государственный униститет. Я встретился с министром образования. Мы обговорили, и я еще раз поблагодарил, что он принял участие, и он, так сказать, высказался о том, что очень хорошая была инаугурация.